Здравствуйте! В эфире программа «Будем здоровы!» Я Ирина Вобещевич, и речь мы будем сегодня вести о том, как сохранить и приумножить самое ценное, что у нас есть – здоровье. Не только городские жители, но и сельские должны получать полноценную медицинскую помощь, поэтому врачей общей практики в селах должно стать больше. Привлекать молодых специалистов жильем и высокими подъемными поручил на аппаратном совещании Аким Карагандинской области Гермаганбет Буликпаев. Такой подход позволит решить проблему кадрового голода. В Карагандинской области продолжается реализация национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», благодаря которому в селах построят 92 объекта здравоохранения. А в Балхаше и Тимиртау откроют межрайонные больницы со специализированными центрами. Речь на совещание зашла о 14 современных фельдшерско-акушерских пунктах. Когда акт прием и когда заработают? Почему затянули эту работу? 14 фельдшерско-акушерских пунктов открыты, работают. Медицинские работники заселены. Единственная проблема – в пяти объектах нет интернета. Сейчас наши медицинские организации его решают. Осталась только официальная передача с управления строительством в управление здравоохранением. В Тимиртам завершен капитальный ремонт отделения инсульта, через кожного вмешательства центров хирургии, политравмы и реабилитации. Продолжается строительство пристройки для ангиографа. В Балхаше проект строительства пристройки приемно-диагностического отделения проходит госэкспертизу. Новые межрайонные больницы избавят сельчан от поездок в областной центр за получением специализированной медицинской помощи. На этих 92 объектах, которые будут у нас модернизированы, работает 78 врачей, 156 средних медицинских работников. Имеется потребность привлечения дополнительно пяти врачей в общей практике, 24 средних медработников, это 10 акушеров, 11 медстер и 3 фельдшера. В медицинском колледже они готовятся, выпускники этого года будут направлены в сельские населенные пункты. Для полного запуска больницы в Тимиртау и Балхаше необходимо еще 64 врача разных профилей. Это терапевты, кардиологи, хирурги, инфекционисты, травматологи, анестезиологи, реаниматологи и неврологи. Вместе с тем в регионе создан кадровый резерв из числа резидентов медуниверситета и выпускников местных медколледжей. Но проблема привлечения в сельские районы врачей общей практики не сходит с повестки дня. В марте месяце с директорами межрайонных больниц мы будем выезжать в Международный университет ЕСОИ для того, чтобы презентовать и показать наши социальные пакеты, льготы, которые будут предоставляться для молодых докторов. Также за счет средств больницы и местного бюджета у нас сейчас в резидентуре обучается 138 врача. В этом году у нас завершит обучение 71 врач. Это как раз те специальности, которые нам необходимы. Завершение строительства пристроек межрайонных больниц Тимиртау и Балхаша глава региона поставил под личный контроль своего заместителя. Акиматы обеих городов выдают квартиры медикам. Мы выделяем хорошие подъемные молодым врачам до 8 миллионов тенге, сказал глава региона Ермаганбет Буликпаев. Город Тимиртау дает квартиры, Балхаш тоже дает квартиры. Находите наших врачей, подъемные мы тоже даем. Надо, чтобы полностью мы закрыли весь кадровый вопрос по этим двум больницам. Вот такая задача стоит. Полностью мы должны закрыть в этом году. В Казахстане хотят ограничить рекламу вредных для детей товаров на национальных теле- и радиоканалах. Об этом в ответ на запрос депутатов сообщила вице-премьер Тамара Дюсенова. Министерствами здравоохранения, культуры и информации прорабатывается вопрос по введению временных ограничений по рекламе вредных товаров для детей на национальных теле- и радиоканалах. Сообщила Дюсенова на запрос о реализации вредных продуктах. Также продолжается работа с предпринимателями по внедрению цветовой маркировки на продукцию. На ней будет нанесена дополнительная цветовая индикация с учетом содержания критически значимых веществ, таких как соль, сахар, транжиры. Кроме того, в рамках поправок по вопросам здравоохранения рассматривается введение налога на сарахаросодержащие напитки. Законопроект находится на рассмотрении в Мажелисе. Концепция развития здравоохранения до 2026 года включает разъяснительную работу по вопросам здорового и рационального питания и формирования здоровых привычек, в том числе среди детей. Согласитесь, дети – наше будущее, и прививать иммунитет к вредным продуктам нужно с малолетства. Зависимость от наркотиков Сегодня полицейский, главный полицейский области Санжар Адзилов очень интересно и доходчиво рассказал о проводимой работе на отчетной встрече. Давайте послушаем. Наркомания – это такая болезнь, которая влечет не только страдания и боль, но и приводит к физическим и психическим расстройствам организма, к деградации личности. Поэтому я призываю всех сказать на входе ко мне, беречь свое здоровье. Буквально в прошлом году по поручению главы нашего государства, президента нашей страны, Касанжамат Эмильевич Токаева, который дано было в июне 2023 года, где президент дал четкий нам посыл, дословно сказав, что высшие чины полиции должны посещать учебные заведения, проводить правовой освобождь именно по нетопрещению распространения и вовлечения нашей молодежи в наркомании. Данное поручение президента полностью исполнено Департаментом полиции Карагандинской области. Моими коллегами, заместителями, руководителями управления, в мою речь посещено более 4,5 тысячи школ. Все колледжи, все вузы 100% охвачены правовым всеобщим. Данные занятия мы проводили не для того, чтобы отчитаться о том, что мы везде были, сказали, рассказали в очередной раз о прийти. Мы изменили подходы, мы пошли в ту же школу, не просто собрали в актов зависти в классе, мы охватили от 5-6 до 11 класс. В одну школу мы направили более 10 спикеров одновременно. Мы зашли в каждый класс, мы обратились к каждому ученику. Мы сказали простые вещи, вот я повторюсь, что жизнь молодого человека, да и взрослого, да, порой, это чистый лист бумаги. И как мы напишем его, так жизни и сложится. Мы сами художники, режиссеры, в конце концов, сценаристы своей жизни. Поэтому, пользуясь возможностью обратиться через YouTube-канал в таком формате, мы сделали оценку о том, что жизнь дается один раз. И каждый ее день – это большое счастье, большое благо, подаренное нам анкетинами. И мы должны понимать, что второй, другой жизнью нашей молодежи не будет. И сейчас вот этой пакутной саразой под названием наркотики, выпущей наш народ, мы предлагаем много альтернативных. Это и участки молодежи в различных стартапах, в том числе и в сфере бизнеса, IT-технологий. Очень мощное развитие показывает культуры, спорта. В последние несколько лет на полках супермаркетов и на рынках появился диковинный продукт, о котором некоторые только слышали, а другие активно используют уже много лет. Это корень имбиря. Его используют с глубокой древности. В качестве приправы добавляют в различные мясные, овощные и рыбные блюда. С ними заваривают чай. Имбирь используется в качестве пряности в свежем виде. Он очень ароматный, имеет острый вкус. Мы с вами познакомились с имбирем, когда в нашем рационе появились суши. Меж тем, имбирь – это еще и полезный продукт. В Европе растение стало известно в середине 14 века, когда его туда завезли мореплаватели. Особенную популярность он завоевал в то время, когда свирепствовала чума. А помните, как во время эпидемии коронавируса спрос на имбирь, как и его цена, стремительно поднялись? А все потому, что имбирь является мощным природным антиоксидантом, который нейтрализует свободный радикал и замедляет процессы окисления, усугубляющие течение гриппа и других инфекционных заболеваний. Подобно чесноку, его свойства помогают бороться с микроорганизмами, повышают иммунитет, благотворно влияют на пищеварение. Известно, что имбирь имеет патогонные, отхаркивающие, болеутоляющие действия. Имбирь оказывает противовоспалительное, обезболивающее, дезотоксикационное действие, ускоряет метаболизм, активирует работу нервной системы, а также хорошо восполняет недостатки витаминов и микроэлементов в организме. В нем содержатся такие витамины, как С, В1, В2, А, фосфор, кальций, магний, железо, цинк, натрий и калий. Польза имбиря для женщин является огромной. Прием корня в качестве успокоительного средства. Очень хорошо себя проявляет. Рекомендуется в период менструальных болей. Готовят имбирный чай во время беременности для снятия симптомов токсикации. Рекомендуется употреблять имбирь при бесплодии. Он помогает избавиться от хронического воспаления. Спайк. Имбирем лечится миома, нормализуется гормональный фон. Имбирь при климаксе смягчает симптомы избавления от головных болей и раздражительности. Польза имбиря для мужчин также существенно. Его называют в Китае и переводится это с китайского языка как мужественность. Это мужская специя, улучшающая циркуляцию крови, стимулирует потенцию, придает уверенность, вызывает прилив крови, обновляет энергию. Постоянное употребление в пищу имбиря снижает риск заболевания. Простатитом приводит в порядок тонус мышц, умственную и физическую работоспособность. Особых точных указаний относительно применения имбиря нет. Корень можно заваривать и пить как чай. Хорошо сочетать его с травами. Для большого эффекта можно добавлять лимон и мед. Каждый выбирает то, что ему по вкусу. Информация носит ознакомительный характер и не может использоваться для самодиагностики и назначения лечения. Если вы хотите на регулярной основе ввести в рацион имбирь, стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких и будем здоровы! Редактор субтитров А.Семкин